МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня поговорим с нашими гостями. Но для начала расскажем о соревнованиях. Капризы погоды, плюсовая температура, рыхлый лед на трассе и колеи не помешали уральскому спортсмену Дмитрию Хамецевичу стать десятикратным чемпионом мира по мотогонкам на льду в составе сборной страны. Соревнования проходили в Германии. В гранд-финале наша команда состязалась в скорости со шведами. Лидирующую позицию сборная России заняла еще в начале заезда и до самого финала так и не дала соперникам вырваться вперед. Ну, собственно, в гостях у нас Дмитрий Хамецевич. Дмитрий Гонщик, мастер спорта международного класса, представляет Центр технических видов спорта Свердловской области. На командном чемпионате по мотогонкам на льду в Берлине завоевал десятый титул чемпиона мира. Здравствуйте. Добрый вечер. По-первых, здравствуйте. Свердловская область поздравляет. Спасибо большое. Не только мы, кстати. Поздравляет еще и губернатор Свердловской области. Губернатор Свердловской области прислал такую правительственную телеграмму. Мы с большим удовольствием после эфира вам передадим. Спасибо. Итак, все понятно. Зачем налет? Зачем налет? У нас на мотоцикле шипы 28 миллиметров. То есть мы только ездим по льду. Да, 28 миллиметров. 3 сантиметра? Да, практически 3 сантиметра. А в чем смысл? Ездим только налево. Налево. И низко очень валит мотоцикл. И только по стадиону льдовому. Ну понятно. Почему трасса не нравится? Трасса, а у нас такой вид спорта. Мы только ездим по стадиону и по льду. По трассе нам нельзя ездить. Ну понятно, шипы разрушают трассу. Да, сломаются шипы. И сломаются в том числе. Вы 10 раз уже становились. Да, 10-кратный чемпион мира. То есть это говорит о школе какой-то определенной? Здесь, в Екатеринбурге, в России или как? Да, у нас в городе Каминскурас, центр технического вида спорта, школа очень сильная. И с 7 лет я выступаю за эту школу. Почему надо было ехать в Германию? У нас проводят такие соревнования? У нас же снега-то и льда больше, чем там. Нет, ну, в календаре, то есть, личный чемпионат России проходил в России, а командный чемпионат мира проходил в Берлине, в Германии. Следующий наш гость Сергей Щербинин. Сергей Кузьмич, директор Центра технических видов спорта Свердловской области, мастер спорта международного класса, 11-кратный чемпион СССР и России по мотоспорту, заслуженный тренер России. Здравствуйте. Добрый вечер. Это вы готовите? Мы готовим не только, Дмитрий, у нас много номинаций. Я слышал вопрос, почему по льду? У нас Дмитрий является вершиной айсберга. У нас в команде есть чемпионы России, чемпионы Европы, на мотоцикле с колясками, одиночки, мотокросс. В прошлом году при поддержке губернатора мы провели снова байкросс, стали вице-чемпионами, а Дмитрий над ними. Школа у нас действительно очень сильная, мощная. Я и сама была в Каменск-Уральске на трассе. Да, мы с вами общались. Да, неоднократно это правда. Выглядит все это круто, мощно. Но я знаю, что в нашей команде присутствуют еще и так называемые легионеры. То есть в нашей сборной есть ребята из Германии. В Аправии, Швеции. Так, почему им в Швеции в своей не сидится? Почему они приехали к нам? Мы действительно круче? Я? Дмитрий? Пожалуйста. Кто угодно. Дело в том, что наша школа действительно лучшая в мире. Если вы можете представить, Дмитрий такой молодой и красивый, уже десятикратный чемпион мира. Это о чем мы говорим? Мы вообще 18 раз россияне, подряд чемпионы мира. Может, просто у вас конкурентов нет вообще? Нет, россияне. Сегодня было 7 стран. И мы сегодня объединяем усилия для того, чтобы этот спорт шел дальше. Вот в прошлом году австралийцы заявлялись даже на наши ледовые гонки. Да. Австралийцы. На ледовые гонки были участвовали в чемпионате мира. Но дело в том, что мы обогащаемся. Они чему-то учатся у нас. И мы дотренировали до того, что гонка у Дмитрия была очень серьезная и сложная. Шведы нас давили в финале, в гранд-финале. Немец, который Ханс Вебер у нас, он ехал в высшую лигу. Мы с ним стали чемпионами России. Это действительно новинка для всей планеты, для всего мотоспорта, что шведы и немцы выступают в российской команде бесплатно. Как? Вот так. За еду работают в команде. За тренировку совместную с Дмитрием и с другими командами, да. Сегодня, когда нас смотрят, Юлия, бесплатно. Как вам работают с шведами и немцами? Это мы для того делаем, чтобы они ловили нас на кат, чтобы как-то вид спорта немножко подрастал у нас. И до ума с Педвеей. Потому что у них в Европе тяжело с тренировками. Дата нету. Да, нету, да. А у нас позволяют погодные условия в России. И они тренируются с нами. Но они тренируются не с сборной России, а тренируются со вторым составом. С клубом нашим. А кто конкуренты для нас? У нас? Первейшие. Ну, это Швеция, Германия, Австрия. То есть в Дмитрии все-таки немножко бывает. Да. Кое-где. Дмитрий, вы помните, с чего все начиналось? Кто вас привел в этот спорт? В ледовый спидвей меня привел старший брат, Виталий. В 17 лет я начал заниматься этим видом спорта. Ну, а с 7 лет я занимаюсь мотокроссом. Ну, и сейчас свободное время. И в летний период я занимаюсь мотокроссом для физической подготовки зиме. Слушай, ну это же очень опасно. Мне кажется, это же ведь крайне травматичный вид спорта. Сколько переломов у вас? У нас нет тормозов на ледовом спидвей. У нас только есть ЧК, которая при падении мотоцикл глушит. Подождите, нет тормозов? Нет тормозов вообще? Нету. Я тут вернулась из опыта, что, понимаете, и на байке прокатилось. Три сутки метра, кто наш один встил, ни одного тормоза. Нет тормозов. То есть вы прыгаете, если что? Нет, падение? Нет, падение. Отпускаете мотоцикл? Ну, стараемся, не отпускай, потому что у нас шипы в передних и задних колесе 300 шипов. Зашиповано по 28 миллиметров. Если ты отпустишься, может колесо, то есть развернуться мотоцикл. А какую скорость вы развиваете? Мои большее 100 км в час вход в поворот. Без тормозов. Без тормозов. Вот это вот просто определение. Без тормозов. Понимаешь, это уже прямо определение этого самого спорта. Подождите, а прямо с 7 лет ставят на мотоцикл маленького человека? На кроссовых мотоцикл. На кроссовых. Вот Дмитрий сын уже призер страны. А, то есть... А потом в 16-е переходит на лед. Дмитрий, как вам разрешила мама с сыном на это пойти? Очень ругалась. Лисович его ругали. Призер страны? Да. Но он уже чемпион. Дмитрий чемпион. А сын? Дмитрий чемпион, а сын призер. Второй чемпиаде России. Сколько лиц? 10 лет. Как проходят тренировки? Ну, не знаю, нужно за тренировку проехать определенное количество километров? Или, может быть, вы изучаете какие-то элементы конкретные? Не знаю, в падении, в торможении. Мы больше на тренировке испытываем моторы, которые механики меняют моторы. И выезжаешь на тренировку, пробуешь моторы, ходовую, колеса. Так сильно по часам, моточасам мы много не ездим. А где тренируетесь? Лед специальный? В Каменске-Уральском. Есть стадион, который ожидает сегодня реконструкции. И я уверен, что при поддержке нашего губернатора в ближайшие год-два мы получим один из лучших стадионов в мире. И вы заливаете специально? У нас будет семь видов спорта. У нас есть проект стадиона. Евгений Владимирович в курсе. Законодательное собрание в курсе. Я уверен, что в ближайшие годы мы вас приглашаем туда. Мы договорились с ФИМом, с МФРом. Это Федерация Международная Российская. Мы сразу берем чемпионат мира туда, чтобы Дмитрий мог на новом стадионе нас еще раз с вами порадовать. Чтобы не ездил, куда попал. Да. Дмитрий, а ваш спортивный инвентарь? У футболистов бутсы, у хоккеистов, возможно, там клюшка. Сколько мотоциклов у вас? У меня мотоциклов. Всегда я вожу два мотоцикла. Один гоночный, другой запасной, тренировочный. То есть моторы, колеса. У нас, как у хоккеистов, в сумке большие с экипировки. То есть шлем, мотоботы, комбезы, защиты. Всякие наколенники. Это же затратно, кажется. Это уже перечисление. Кажется, затратный вид спорта. Хорошо, вот мы говорим, есть поддержка со стороны правительства Свердловской области, губернатора. А есть поддержка от каких-нибудь... Очень хорошо и сильно помогает трубно-металлургический компания. Это Синарский трубнозавод. Нет, ну это понятно. То есть есть те, которые люди, они помогают точно так. Конечно, конечно. Вы на соревнования со своими мотоциклами ездите? Да. Ну, конечно. Конечно. Вот как к которым привыкли. Машина, мотоцикл, механики, тренеры, все с нами. Передвигаемся. Такой вопрос. Вы десятикратный чемпион мира. Вот интересно. В области нет такого, ни по одному виду спорта. Я так понимаю, что не только в области. Это вообще такой уникальный случай для мирового спорта в том числе. А разница, когда вы в первый раз стали чемпионом, и, например, сейчас, в десятый, она чувствуется? Да, я также радуюсь. Конечно, в первый раз, когда стал чемпионом мира, очень было неожиданно, и как-то долго шел к этому. Сейчас уже десятая медаль. И мы также с командой финишировали на первом месте. Мы были очень рады. То есть у этой медали. Вот с командой. Как командное и личное соревнование у вас устроено? Командное у нас, это команда чемпионата мира, это три человека. Все три человека выступают. То есть тренер нас выставляет по заездам, и мы ездим. Личные соревнования у нас в день мы выезжаем пять раз. То есть, в общем, 20 заездов. И, то есть, лично немножко попроще. То есть ты ответственный сам за себя. Сергей Кузьмич, ну вообще это популярный вид спорта среди мальчишек? Конечно, конечно. Вот в Шанцовске прошел чемпионат мира. Буквально две недели назад. Мира. Мира, Мира, Мира. Тольятти и Шадрис проводят. Уфа, Европа. Мы с вами проводили три чемпионата Европы. Прекращали запускать зрителей на стадион. Потому что он шлаг. Совершенно верно. У нас, если чемпионат мира по Мотокросу проводили, тоже прекратили запускать. Потому что опасно было с точки зрения, вы знаете, безопасности. Это зрители. А вот кроме ребенка Дмитрия кто-нибудь ходит заниматься? Конечно, конечно. Конечно. У нас школа в Каменске-Уральском 300 человек приходит. Идет селекция все время, да. Понятно, что если 5 человек остается, мы, как знаете, тут по проигрышке. Вылетели, один разбомбился, задачу выполнить. Так и здесь. Пришло 300 человек. Если 2-3 сильных, как у него сегодня сын, у нас сыновья и дети у всех есть. Мы задачу выполнили. Люди проходят. Мы их приучили в технике, в школе, к армии приготовили. Еще и чемпионы выросли. Дмитрий, мы вас еще раз поздравляем. Спасибо, что сегодня побывали у нас в студии. Мы готовы продолжить. Сейчас небольшой перерыв. После вернемся в студию.